конечно в осеннем лесу можно встретить очень много интересного на нем уже и муха с сезон подошел концу и раньше чем нам хотелось бы обычно в это время когда становится меньше листвы наши поездки в лес мы называем страсти по чаге и так как очень много споров в интернете вообще невероятное количество информации где кто-то представляет чагу чуть ли не панацеей от всех абсолютно болезни кто-то все-таки делает приеме чаги есть противопоказания и мы даже с валерием спорим потому что я например все-таки верю что чага это гриб а валерий посмотрел определенные каналы у него еще есть еще одно мнение что это береза таким образом себя лечит что это вот какой-то сок и она как бы вот как живица или как-то еще вот она затягивает таким образом раны и за счет этого она получает свои лечебные свойства и вот так как все-таки мы и биологи так как мы но вот просто грибники люди всеми этими темами мы решили пригласить с нами вместе на сбор чаги действительно специалиста биолога научного сотрудника известного блогера просто не повторю научный сотрудник все его регалии мы потом позже все это напишем но очень многие знают этого человека особенно в беларуси это иван русский спасибо большое за это приглашение и сейчас немного о самой чаги чага действительно гриб это трутовик трутовик скошенный вот такое у него научное наименование это паразитический гриб который живет на живых деревьях на березе на ольхе на других лиственных растениях но наиболее лечебный является чага которая произрастает на стволе деревьев чага проникает стволы деревьев через разнообразные ранки и живет внутри ствола 3-4 года образуя своеобразную белую гниль а вот такие вот черные выходы плодовых тел это уже конечная стадия развития гриба но именно эта стадия и является лечебный спасибо вот уже часть каких-то сомнений развеяна но дальше мы еще поедем мы еще конечно поищем мы еще поговорим а сейчас наверное вот можно попробовать вот это вот не так это бывает легко да и конечно мой грибной ножик есть мало чем поможет придется вооружиться чем-то покрупнее лучше топориком для съема чаги лучше всего использовать вот такой вот легкий топорик и нарезать ее как понемножечку чтобы она одновременно и измельчалась вот таким вот образом либо можно сразу снять ее большим куском с последующим измельчением в домашних условиях потому что чем мельче чага тем лучше она потом заваривается очень много пугает классическая такая очень и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... С одного такого дупла мы собрали вот такое, смотрите, количество чаги. Это довольно много. Мы, конечно, углубились туда, внутрь ствола, и добрались до пораженной древесины, которую убирать уже нет смысла. И, конечно, дупло получилось достаточно большое. Но дерево это в любом случае погибнет, поэтому вот это повреждение, которое мы нанесли, хуже ему уже не сделает. В то же время лес еще принес нам большую пользу, несмотря на то, что эта березка находится в стадии гибели. Да, она еще, конечно, живая, вот еще даже какие-то листочки наверху. Но заглянув в такую вот дупло, вот так вот глубоко, в общем, понимаю, что это еще, ну, несколько лет и, к сожалению... Конец. И конец, да. А здесь вот еще польза от дерева. Ну, вот еще одна такая вот классическая чага. Иван, вот хотелось бы, я пыталась читать, но я поняла, что я ничего этого не запомню. Что же такого полезного находится вот в этом грибе? Почему его ищут, почему его собирают? Как он на самом деле помогает, или же все-таки это плацеда? На самом деле есть масса исследований, публикаций и есть даже аптечный препарат, который называется бифунгин. И это все говорит о том, что есть подтвержденная клиническим опытом польза от чаги. Чага является кладезем разнообразных биологически активных веществ. И одним из самых главных является меланин, меланоидные соединения. Именно из-за них цвет чаги вот такой вот коричневый, так и наша кожа под солнцем. Употребление внутрь вот этих меланинных пигментов приводит к снижению уровня воспаления, снимает боли разнообразные, в том числе желудочные. Они способствуют оздоровлению организма, уничтожают свободные радикалы, которые ответственны за наше старение и возникновение множества различных заболеваний. Ну и, конечно, чага очень хорошо стимулирует иммунитет. То есть вот у нас сейчас и родственники, друзья, кто переболел COVID вот этой такой заразой, они просят поделиться чагой, просят им привезти. То есть в этом есть смысл. Это очень правильно, потому что вот эти биологически активные вещества зачастую, ну до конца даже непонятно, вся сумма этих биологически активных веществ, может быть даже какие-то компоненты там еще и не выявлены. Это абсолютно нормальная ситуация в биологии. Но сам клинический опыт показывает, что все это очень хорошо помогает. Не надо бояться того, что где-то написано, например, что неизвестны все вещества, которые входят в состав чаги. Польза многих лекарств и элементарной валерьяны, и пустырника, и многих других лекарственных средств, боярышника, которые уже давным-давно вошли в нашу практику, такую домашнюю медицинскую, они лишь подтверждаются опытом их применения. Поэтому не всегда научное обоснование является основанием для приема или отказа от приема тех или иных таких вот природных средств. И чага является одним из подобных примеров. Такое важное дополнение к лечебному какой-то процессу. И еще такой вопрос. Вот опять же, вот к тому, что возникают споры, что уже все-таки, кто отрицает, что это гриб. Вот, например, такой показатель. Вот здесь чага, и как будто бы тоже что-то, ну вот как будто бы текло, как будто бы вот то ли сок, то ли что. И может быть это действительно все-таки вот сок. Вот некоторые доказывают, что это так. На самом деле, вот эти выросты, это лишь маленькая часть чаги. Основная чага, конечно, внутри. И вот это вот не что иное, как зона некроза, некротического повреждения самого ствола березы, который в конце концов погибнет полностью, и березе придет конец. Поэтому просто здесь, вот в этой вот зоне, уже все погибло. Как приятно общаться с умным человеком. Чага, конечно, находится очень высоко, поэтому вот такое оборудовано у нас. Вот такое вот, такое средство. Плюс в машине с собой небольшая лесенка. И вот, наверное, какая-то память предков. Такое полукопье. Сейчас мы еще лесенку приставим. Ну, конечно, полезу не я. И вот, наверное, вот это вот. Вот, вот это на... А! Вот! Вот такие вот коричневые потеки То это не что иное, как те самые меланоиды, меланоидные пигменты Которые обуславливают полезные свойства чаги Это лишь подтверждает то, что полезные вещества из чаги прекрасно экстрагируются водой И обыкновенный заваренный чай обладает всеми лечебными и целебными свойствами Субтитры создавал DimaTorzok Иван, и еще такой вот вопрос, как все-таки правильно заваривать чагу Потому что в интернете столько рецептов, настои и далее, и далее Как то, что пьет 90 градусов, что не крепче Как все-таки, правильно, с точки зрения биолога Прежде чем начинать варить, я бы рекомендовал ее высушить По крайней мере, если у вас ее много и она предназначена для длительного хранения Если она хранится во влажных условиях, она может испортиться Она может быть поражена различными гнилями Что же касается приготовления, то есть, конечно, разные рецепты Есть рецепты быстрого приготовления чая Кипятить, например, 15-20 минут чагу Но на самом деле, если она готовится долго, заваривается долго То экстракция веществ в раствор получается наилучшая Вот такой самый, на мой взгляд, лучший способ Это брать один стакан чаги Измельченный до кусочков хотя бы полсантиметра на полсантиметра А лучше еще мельче И залить надо одним литром крутого кипятка Лучше всего это делать в термосе Для того, чтобы часов 7-12, на ночь можно поставить Или на сутки Шла экстракция полезных веществ в сам чай И затем уже пить этот чай, можно слегка теплым В течение дня не более одного стакана в сутки Секретом употребления чаги является не столько большая концентрация активных веществ Сколько систематичность потребления Так что лучше всего соблюдать правила меньше, но чаще Спасибо Отличить чагу от других видов трутовика совершенно несложно Классические трутовые грибы, трутовики имеют такую форму копытца своеобразного А чага всегда черная и бесформенная С другими древесными грибами чагу тоже не перепутаешь Они, эти грибы другие древесные, растут или семейками Но также, или поодиночке Но также имеют вот такую вот копытообразную или листоватую форму Совершенно не такую, как у чаги Опа, отличная чага И в кого не попал добыча Настоящая добыча Иван, и еще такой очень важный вопрос Потому что любое средство лекарственное или растительное Оно имеет как показания, так и противопоказания Вот что касается чаги Что нежелательно все-таки Как ее нежелательно употреблять Что нежелательно ей заменять Ну, это очень важно Конечно, несмотря на высокую ценность чаги для нашего здоровья У нее есть противопоказания В первую очередь, это индивидуальная непереносимость Люди могут просто быть аллергиками в отношении чаги Поэтому начинать лечение или просто употребление чаги Надо с маленьких доз как-то пробовать маленьким глоточком Чтобы посмотреть, есть у вас нежелательные реакции на этот продукт или нет Кроме того, конечно, существует много мифов вокруг чаги И многие люди, которые болеют опасными болезнями, там, онкологическими Отказываются от нормального официального лечения в больнице И заменяют его чагой Не стоит так делать Несмотря на ценность чаги, чудес на свете не бывает У чаги, кроме того, есть одно неприятное свойство Она накапливает большое количество оксалатных солей Это соль щавелевой кислоты Есть люди, которые склонны к образованию камней в почках Именно оксалатного типа Которые очень тяжело растворяются Поэтому избыточное потребление чаги нежелательно Для того, чтобы чага экстрагировалась очень хорошо Лучше всего, конечно, использовать дистиллированную воду Ну, прям, дионизированную Ее теперь можно легко купить В крайнем случае, воду двойного кипячения Почему? Дело в том, что многие важные компоненты чаги Соединяются с солями кальция, магния, солями жесткости И ценность чаги падает И правильно приготовленный настой Обладает наилучшими свойствами с минимумом побочных эффектов Я первый раз об этом слышала Ну, и надо вспомнить о том, что береза сама Накапливает много тяжелых металлов Это ее биологическое свойство И если береза растет где-то возле оживленных трасс В городских парках, скверах Там, где экологическая обстановка неблагополучна То, конечно, чага накапливает из этой березы В десятки раз больше этих тяжелых металлов Ну, собственно, все грибы склонны к накоплению тяжелых металлов И поэтому в таких местах чагу я собирать крайне не рекомендую И это еще один такой плюс в сторону самостоятельного сбора чаги Или приобретения чаги только у людей, которых вы доверяете Что они собрали в правильных местах Вот как мы сейчас прошли глубоко в лес В данном случае мы доверенные люди Мы собрали правильную чагу Потому что ваши места, которые вы мне показали Действительно очень благополучны с экологической точки зрения И еще вот эта березовая роща Просто красота Это такое разнообразие всего И капы, и трутовики, и вот чага тоже есть Это все указывает на хорошее, чистое такое экологическое состояние Вот этой вот самой рощи Спасибо Почему мы предпочитаем заготавливать чагу сами Чем у кого-то его покупать Или покупать где-то в аптеке Потому что очень трудно проверить Все-таки чага взята с мертвого дерева Или с живого Вот посмотрите, какой шикарный Вот, казалось бы, экземпляр Но дерево мертвое Его нету И от этой чаги, к сожалению, пользы ноль Наш сегодняшний улов чаги Первое, что надо сделать Перед тем, как ее сушить И измельчить Ее надо почистить от коры Вот кора остается В принципе, она не смертельная Но лучше будет, если ее не будет Ну, а также удалить Ту часть чаги Которая близко расположена к стволу Оставив только ее Ну, черную Вот эту часть И среднюю Темно-коричневую А вот эта вот Светлая часть С украплениями Беленького такого Вот Надо убирать КОНЕЦ 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 Ну, что ж Вот наш сегодняшний улов Уже готовый к употреблению Конечно, чагу лучше обрабатывать Сразу по приезду с леса Почему? Потому что Когда она немножко полежит Она высыхает И становится очень твердой И ее сложно обрабатывать А так В принципе Она готова к употреблению Вот Ее желательно Расфасовать в баночке Чтобы она дышала То есть не закрывать плотно Герметично Вот И пейте на здоровье КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ